Дорогие друзья, добро пожаловать опять на канал Languages from Canada. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, как произносить и писать даты на английском языке. Оставайтесь с нами. Прежде всего, когда мы говорим о дате на английском, мы обычно используем порядковые числительные и названия дней недели и месяцев года. Давайте разберем, как образуются порядковые числительные. По-английски это называется Cardinal Numbers. Если вы еще не знаете цифры, у нас есть на канале shorts с цифрами на английском языке. Не забудьте выучить. Все порядковые числительные образуются с помощью приглавления окончания th к числу. Исключения составляют порядковые числительные, такие как первый, first, второй, second, третий, third. Давайте теперь рассмотрим примеры других числительных. Давайте теперь рассмотрим примеры других числительных. Давайте теперь рассмотрим примеры других числительных. Fourth, fifth, sixth, sixth, seventh, eighth, ninth. Исчезает буква и в слове nine, tenth. Все другие числительные образуются аналогично. Давайте теперь рассмотрим, как это делается на примере. На письме мы пишем month, месяц, day, день, year, год. Если мы включаем день недели в дату, он пишется перед всей датой. Например, Wednesday, January 1st, 2022. Можно также еще произнести the first of January. При произношении года цифры говорятся таким образом. 2023 год будет 2023. 2024 будет 2024. Но есть исключения для годов 2000-2009. Мы говорим, например, 2001. Мы говорим two thousand one. 2009, two thousand nine. Давайте рассмотрим еще несколько примеров. Например, the fifth of July or July 5th. 1804. Заметьте, что цифру ноль мы произнесли O, как букву в алфавите. Еще один пример. The twenty-eighth of December or December 28th. Nineteen sixty-three. А как спросить на английском языке, какой сегодня день? Мы скажем, what day is it? И ответ будет It's March 7th, 2024. Or the seventh of March 2024. Если мы пишем дату цифрами, то это будет выглядеть так. 2024-03-07. В Канаде общепринятый формат написания даты год, месяц, дата, year, month, date. Но, конечно, бывают и исключения. В различных формах и анкетах, которые заполняете, там всегда написано, какой формат они требуют. Например, этот формат year, month, date будет написан так. 2024-12, это декабрь, тире 15, это дата, 15 декабря. Прекрасно, спасибо, что смотрели урок. Не забывайте примеровать даты повседневной жизни, если есть возможность писать их. И увидимся в следующий раз на новом уроке. Если вам нравятся наши видео, не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Писать сообщения, чтобы вы хотели увидеть в следующих видео. Спасибо, что смотрели наш урок. И всем хорошего дня. And have a great day, everyone. Thank you.